Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки, бою, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Появление на свет младенца в казачьей семье считалось главным событием и всегда приветствовалось выстрелами из ружей. Казаки безмерно любили детей и всегда были рады как мальчику, так и девочке. Роды обычно проходили в каком-нибудь темном чулане, принимала их бабка-повитуха. Все уходили из дома, оставались в помощь только две-три пожилые замужние родственницы. Для ускорения родов женщину заставляли прыгать с сундука или печи на пол. При трудных родах развязывали все узлы в доме, открывали все запоры, разряжали ружья, расплетали у роженицы косы, зажигали венчальные свечи. Если это не помогало, просили священника открыть царские врата. Спустя несколько часов после родов повитуха в бане совершала обряд очищения. Начинали всегда с ребенка. Прежде чем вымыть тело младенца, повитуха обильно поливала камни водой, чтобы пар заполнил всю парилку. Затем новорожденного клали на банный веник и приступали к массажу, считая, что таким образом тело приобретет нужные формы и исправятся любые родовые дефекты. Этот обряд повторялся ежедневно в течение недели. Родившая женщина, по поверью, считалась за новорожденной. Новорожденного старались как можно быстрее окрестить. Раньше детская смертность была высока, поэтому если Бог забирал ребенка, как говорили в прежние времена, то он должен быть крещенным. Как правило, ребенку старались дать имя бабки или деда. В кумовья выбирали уважаемых соседей или родственников. Существовал обычай. Если в семье до этого умирали дети, то в кумовья приглашали первых встречных. Перед самым таинством крещения ребенок находился на руках у поветухи, которая передавала его крестному отцу. Крестная мать готовила купель для обряда. Как ни странно, воду в купель наливали прямо из колодца, ни в коем случае не грели ее и не добавляли теплой воды. Считалось, что опуская ребенка в ледяную воду, придают ему большую стойкость к болезням. После крещения младенца выносили из храма на бурке, а наиболее верные друзья стояли на выходе из церкви, скрестив шашки. Этот обычай пережил века, и сейчас многие казаки поступают так же, как и предки. На следующий день после крещения в дом родителей приходили родственники, друзья и близкие. Устраивались застолья. Первые тосты всегда произносили за здоровье ребенка, его родителей и поветухи, принимавшие роды. Новорожденному приносили в дар ружье, патроны, порох, пули, лук и стрелы. Эти подарки развешивались на стене, где лежала родительница с младенцем. По истечению 40 дней ребенка носили в церковь для получения молитвы. По возвращению из церкви домой отец надевал на ребенка портупею от шашки, сажал на коня и потом возвращал сына матери, поздравляя ее с казаком. В старину казачьи семьи традиционно были многодетными, трудолюбивыми и воспитывали детей морально и нравственно здоровыми, физически крепкими, с особым трепетным отношением к отчизне. Именно народные обычаи выражают душу народа, украшают ее жизнь, придают ей неповторимость, укрепляют связь поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова